Продам, сдаю, обменяю, куплю. Среди уличной рекламы и реклама наркотиков. Стены домов, остановки и даже памятники с мобильными номерами дилеров. Кроме правоохранительных органов, эту проблему в Ростове решают и волонтеры. И сегодня с нами Станислав Горяинов, это руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков». Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Станислав. Расскажите, пожалуйста, как решаются антинаркотические проблемы у нас в Ростове? Какие акции, мероприятия, может быть, есть? У нас много акций, наша организация проводит. Мы с 2007 года действуем в Ростовской области. Действуем по благословению правящего архиерея митрополита Ростовского Новочеркасского Меркурия. Работаем в рамках социального отдела. И такие у нас антинаркотические акции есть, как «Спорт против наркотиков». Это большой футбол с участием больше 20-25 человек. Это чемпионы миров, олимпийские чемпионы в разных видах спорта. По боям без правил, по карате, гребля, которые играют за нашу команду Ростов без наркотиков. И мы стараемся на центральном стадионе, это уже четвертая акция была, 19 мая последняя была акция. И мы стараемся, чтобы показать молодежи, что есть люди, которые не в притонах, не в подвалах, не употребляют никакие-то психоактивные вещества, а которые трудом своим спортом, трудом над самим собой, они стали олимпийскими чемпионами, чемпионом мира, они стали международными звездами. И они выходят и играют за нашу команду, делают это бескорыстно, бесплатно. По этой акции с борьбой рекламы на улицах города Ростова, что вы можете сказать? Ну, просто у нас есть консультационные пункты и пункты ресоциализации, куда обращаются люди, которые хотят попасть на реабилитацию, это их родители. И нам начали рассказывать, что в городе очень много идет реклама. Вот это именно где спайсы, курительные смеси, соли, миксы и мобильные телефоны. И очень доступно, легко, через интернет можно позвонить и достать эти наркотики. И действуют кладами, закладками. И мы начали обращать на это внимание, и нам родители, и люди просто звонят и говорят. А мы уже выходим в мобильную группу, у нас есть газель. Ребята, девчата, мы берем краску, берем растворитель, это все затираем. И так получилось, что, допустим, мы и на западном районе, и северный центр города. И вот последняя акция, мы уже сами проезжали мимо памятников и обратили внимание, что на стачках внизу реклама эта идет, также на стачках вверху, где парк Плевин, тоже этот памятник. И на стачках вот памятник стачки тоже там реклама, мобильный телефон. Мы туда позвонили. Они не ответили, а ответили смс, что общение только по смс-сообщениям. Но мы начали с ними переписываться, спросили, а что есть в продаже, как взять все. Через интернет, через Яндекс.Деньги, в общем, посылаешь смс, и у тебя присылают прайс. И в прайсе, вот представьте, там не только вот курительные смеси, там соли, миксы, там и кокаин, и героин, в общем, и амфетамин, в общем, вся полная раскладка. И помимо того, что они там пишут сумму денег, допустим, сколько что стоит, если ты уже второй или третий раз берешь, то они делают тебе скидку. В общем, такой вот даже профессиональный подход, в кавычках. Мы все эти телефоны перекинули в службу наркоконтроля, чтобы они тоже этим вплотную занялись. Станислав, расскажите тогда, пожалуйста, если просто активный гражданин Ростова захочет поучаствовать в этой акции, куда ему нужно обратиться, что ему нужно сделать? Расскажите, пожалуйста. Ну, они могут позвонить на наш телефон, это 270-82-18, телефон доверия, мы ответим, допустим, запишем адрес, где, допустим, есть эта реклама, и группа выйдет, и ее уничтожат. Или можно позвонить в телефон доверия службы наркоконтроля, это 240-81-00. Там тоже примут люди к сведению и решат эти вопросы. И расскажите, пожалуйста, о еще каких-либо мероприятиях, которые планируются в ближайшее время, может быть, в рамках такой вот антирекламной кампании против наркотиков? Ну, у нас много таких проводится мероприятий, и, конечно, мы стараемся молодежью увлекать какими-то серьезными мероприятиями. Как я рассказал про спорт против наркотиков, мы проводим дворовые футболы, и будем еще проводить, чтобы молодежь оторвать от безделия, от улицы, чтобы они этого не видели, а занимались спортом. Где больше всего таких вот рекламных объявлений можно встретить в городе Ростов-на-Дону? Потому что уже, наверное, есть какие-то итоги, где работали волонтеры. Где чаще всего встречаются? Ну, вот, допустим, шаумиана социалистическая, мы уже прошли, и все там уничтожили, все это затерли. Но сейчас проезжали опять мимо посмотреть, допустим, там уже опять реклама. Уже, допустим, они не телефоны пишут, а пишут паски вот в интернете, в общем, эти как бы номера, чтобы уже через интернет тоже как бы молодежь это все делала. А потом Западный, Северный, да весь город, в принципе, он подвержен вот этой вот рекламе. Спасибо, Станислав. О подробностях антинаркотической акции рассказал нам Станислав Горяинов, руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков».